Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать большую подпорку распашных воротов гармошка, которые сделаны при помощи моих рычагов, которые я поставляю. Представлены будут два вида рычагов, то есть тот, что был в прошлом видео, ссылочка внизу. Этот рычаг позволяет механизировать ворота гармошка толщиной до 40 см, то есть толщина створки. Длина створки до 6 метров. А вот следующий рычаг, который я сейчас буду показывать, это уже универсальный, который устанавливается на ворота любой толщины. В универсальный рычаг устанавливается с торца ворот, либо сверху, либо снизу. На примерах будет видно. Смотрите до конца, будет интересно. Рад предоставленной возможности моим заказчикам Викторам, что он согласился показать свои ворота. Виктор, причем, оказалось, что сначала я был его заказчиком. Он поставляет качественные эпоксидные смолы, различные отвердители, стекловолок на стекловуаль для любых изделий, в том числе для постройки лодок. А я в свое время строил трексикционный разборный каяк и использовал его материалы. Большое спасибо. Ссылочка на его сайт будет внизу под описанием. Как видите, очень узкая улица, а вот как раз и открываются ворота. Очень рад представленной возможности моим заказчикам Викторам. Вот его ворота, да, классно сделаны. Причем это именно классический вариант, когда они встали именно в тот проем, куда нужно. Дорога очень узкая, как вы видите. И внутри пространство во дворе тоже очень маленькое. То есть прошлый вариант ворот распашных, обычных, не позволял машину поставить так близко. А сейчас, как видите, без проблем. Машина стоит в сантиметрах 50, по-моему. Вот так это все срабатывает. Стоят привода. Эдингер. Рычаги это универсальные, установлены в нижней части, с торца ворот. Вот. Вот они. Вот так установлены. И здесь столбы. Из кирпича. Вот, кстати, есть два варианта установки. То есть зачастую вариант, либо просто вот здесь устанавливаем рычаг прямо на трубе, где установлены петли ворот. Либо вот как здесь, приходится устанавливать привода на столбе. Из-за этого меняется немножко место крепления вот этого кронштейна на столбе. Я сейчас покажу, как это было сделано. Вот. Работал тихонечко привода этого Эдингер. Установка тоже, как оказалось, очень простая. Установил заказчик самостоятельно. Вот. Причем, смотрите, ворота, видите, без упоров всяких на земле. Что очень удобно, конечно, при заезде. И привода, вот я пытаюсь рукой их подвигать. Абсолютно никакого движения нет. То есть сам привод фиксирует. И в закрытом положении, и в открытом. Ни ветер, ничего их не шевелит. Вот, кстати, старые створки. Видите, они здоровые. То есть занимали где-то в два раза длиннее. Вот здесь где-то останавливались. То есть, соответственно, машина бы так близко не подъехала. Так. Вот такие ворота. Итак, сейчас покажу, как происходит процесс заказа и построения модели для ваших распашных двухскладчатых ворот. Значит, здесь модель показывает мне ворота со всех сторон, со всеми механизмами. В данном случае установлен универсальный механизм сверху, с торца ворот. Вот. Столбик из металлический 10х10 сантиметров. Вот. Еще раз повторюсь, что для этих ворот самым главным параметром является ширина проема. То есть, вот это расстояние. И толщина самих ворот, вот этой створочки. Также значение имеет диаметры петель, которые между створок установлены, и несущие петли, которые на столбе. То есть, это вот параметры, которые влияют на место установки этих рычагов. Так. Здесь установлен, как видите, телескопический тоже привод, как и на ворот у Виктора. То, что мы видели. Ну, сейчас покажу, как это происходит на модели движения. Так, я зацепляюсь вот за рычаг и вот начинаю открывать. Вот. Ворота открылись полностью. Вот это вид сверху. Вид спереди. А, еще, кстати, хочу сказать. Вот сейчас, кстати, такой проект. Эти же ворота можно ставить с открытием не только вовнутрь, но и наружу. Просто механизм у вас будет установлен снаружи. Вот так вверху. Он в глаза, как говорится, не лезет. Никто ему там не повредит, потому что он достаточно высоко будет. Вот. А вот мотор, в таком случае, если вы хотите открывать створки наружи, уже телескопически не подойдет, потому что он тоже окажется снаружи. Сюда подходит только моторчик с рычагами, с рычажным приводом. Следующее видео будет как раз посвящено таким воротам. Поэтому рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропустить обновления и поступления новых видео. А здесь я представляю вам те же ворота, только модификация с приводом рычажным. И открывание у них будет наружу. Вот специально такую модель построил. Ну, был заказ на такой вариант. То есть, вот смотрите, в чем разница. Привода у нас должны оказаться внутри ворот, потому что иначе их унесут. Рычаги расположены вверху ворот, на высоте более двух метров в данном случае. Открываем ворота. Открытие наружу. Вот. Привод начнет толкать створки. Он расположен в нижней части. Столба. Вот таким образом. И механизм, именно рычаги привода установлены снизу, с торца. Вот в данном случае упор нужен для этого привода. Ну, завод рекомендует. Установлю, сделаю новое видео и покажу вам, как это работает с таким приводом. Вот таким образом. Закрываю ворота. Как видите, здесь внизу еще установлен упор. Но практика показала, что именно если ворота автоматизированы линейным приводом, с телескопическим приводом, то упор абсолютно не нужен. Поэтому у вас будет чистый проезд, никаких проблем. Так. Значит, 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 следующее. Этот у нас привод, еще раз напомяну, упомяну, это универсальный привод. Кстати, это модификация, вот здесь вывез специальный для регулировки положения кронштейна. Потому что бывают такие ситуации, когда вы закрыли створки, и они как бы не стали четко под 90 градусов для возможности регулировки. Поэтому сделана вот здесь вот прорезь, и внутри вот этот вот держатель, он изменяет свое положение. Таким образом, меняется положение вот этой его тяги, и, соответственно, положение створок, когда ворота открыты. То есть, и в этом положении мы можем немножко подкорректировать угол, под которым вот эти створки расположены относительно проема столба. Не забывайте подписываться на мой канал, заходите на него. Там много интересных видео, посвященных не только распашным воротам, типа гармошка-книжка, а также подъемным воротам. Подъемным воротам моей разработки Z-система, воротам книжка, ворота бразильская система, Арктика и еще много интересного. А сейчас покажу работу рычага BFG-40, то есть B-Folding Gates, 40 мм. Установка его именно сзади ворот, на задней поверхности. Можно поставить по центру, либо внизу, либо вверху, это значения не имеет. Но особенность его установки именно в том, что толщина створки не должна превышать 40 мм. Так, вот я все собрал. Вот, так получилось. Закрывается легко. Очень даже цивильно получилось. Эти старые ворота я потом уберу, вот, и когда сделаю заполнение, потом эти ворота я поваляю. И также легко, очень даже легко, открывается. Так что, Саш, все очень хорошо получилось, я доволен. Я уже, когда все соберу, потом сделаю видео. Будет на что посмотреть. Ну, пока так. Спасибо тебе большое. Удачи тебе, всех благ. Так, добрый день, Саша. Я обещал сделать видео по окончанию ворот. Сейчас я продемонстрирую, что у меня получилось. Есть небольшая задержка из-за люфта в штанге. Там она просто гуляет, поэтому... Так, накрываем. Ну, вот, как-то так. Так, Саш, вот, это моя механика. Я сделал ее на ремнях. Ну, был выбор, либо на цепи сделать передачу, либо... Ну, я сделал ременную, потому что, если в то случае чего, если, допустим, заликнет концевик, чтобы мне не поломало ничего, она на ремнях просто проскользнет, и все. В смысле, вот, такая вот, как бы, безопасность. Есть у меня блок управления, тут я его закрыл, потому что ящик не для... не уличный. Вот, поэтому мне тут все закрыто. Вот. Элементарно сделал. Он взял от этого центрального замка блок и санкционное управление. Добавил там несколько релюшек туда. Ну, в принципе, еще два контактора маленьких, модульных. И все. Вот такая вот беда. Здесь у меня люфтит. Здесь, знаете, санги, тут надо будет не разобрать. И подогнать, это самое большее, эту фаску уменьшить. Ну, в принципе, так все. Так все нормально. Здесь еще проблема, вот эта часть, когда ветер встречный, бывает, она не попадает в замок. Надо будет сделать какие-то мне дополнительные такие ловители, чтобы она заводила сюда эту створку. Вот, ну, в принципе, все. Вот такая конструкция. Спасибо тебе еще раз за помощь. Вот. Дай Бог тебе удачи, всех успехов в жизни, всего хорошего. До свидания. А это очень хорошие ворота пана Игоря из Закарпаття. Пройдем 4 метра. Продолжение следует... А это первые ворота с универсальным механизмом BFG Uni, как я его назвал. Олег из Киева вдохновил меня на создание этого механизма, потому что на его ворота мне подходил предыдущий вариант с толщиной створки 40. У него здесь она значительно больше с обшивкой. И вот он подкинул идею, видео из Ютуба, где вот был механизм, который установлен с торца ворот. Вот. За что я ему очень благодарен. И его отец собрал эту всю конструкцию самостоятельно. Ребята молодцы. Привет. И они, кстати, первые, кто поставили линейные привода на подобные ворота. Мотор, привод Эдингер. Такой, как я использовал потом. Отличная работа. Отличная работа. Добрый день, Александр. Как обещал в видео, работы, как это работает. Единственное, что пришлось доработать, это упоры. Чтобы компенсировать разность петель в воротах. А так все отлично. А так все отлично. А так все отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за рычаги, очень помогло Это пример от пана Валерия из Хорошева Проем 3 метра перекрыт с одной стороны калиткой А с другой стороны двухстворчатые ворота с универсальным механизмом Но только с одной стороны Это решение позволяет избавиться от столба Посередине проезда Ближе к калитке И самое интересное в этих воротах Это петли Петли здесь применены скрытого монтажа Потайные, так называемые Я, честно говоря, сомневался, что они сюда встанут Но и по нагрузке, и по конструктиву, функционалу Они сюда встали отлично Так что можно использовать Отличное решение Очень качественно выполненные ворота Спасибо Закончили мы еще один объект Это село Марьянівка Розпашние ворота двухстворчатые И получается хвиртка З книжкой Зашивка жалюзи Метал у нас где оцинкованный Фарбованный фарбою акриловую 8019 мат Открывается хвиртка Легко Так у нас открывается Другая система Это книжка У нас тут амортизующая резинка Это когда хвиртка закрывается Немецкая шнага И так же Тут есть стопор Когда закрывается створка Чтобы не царапалась Все зависит от регулировки Триньи У нас тут есть специальный стопор Чтобы не бахкали Двери Старко оно закрывается Механізм Значится Понизу Вон не пометный Фарбованный в колор И так же хвиртка Тут нас стопором блокируется Хвиртка хорошо закрывается Фарнитура ГУ За рахунок регулирующего язычка Мы можем плотность регулировать Так само резинку Стопор чтобы не бахкали Ну и начнем ворота Так само Стопор плавненько Гарно открывается Это нема никаких провесей Так само уголочок с резинкой В диагонали все Все втримано Рекомендую Рекомендую Монтувати Ворота книжка Чтобы Зменшить Мисце На подверье Ну это пример Очень качественной работы Опять же От Пары Николы Из Луцка Отличная фурнитура Отличное исполнение Приятно работать С такими мастерами Так ворота книжка Вот так оно открывается И Закрываем Уповильнение Маленькое Видно где машина Здорово Что не зарабахнет Машина Но нет Все контролировано Вот так Все 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 Ац Приклад Витпана Юрия Зельвова Тут Необычность в том Что Открытие ворот Происходит наружу То есть Вот это мы видим С улицы Механизм был установлен Вверху С торца Снаружи А вот Привода Тут стоят Испанские Они дорогие Конечно Но их плюс Что они рычажные И очень компактные Очень небольшие Вот Как видите И так В такой схеме Тоже ворота Работают рычаги Повторюсь Это универсальный рычаг Для Складных Другстворчатых Вот Видим здесь Слева На столбике Привод Драко Называется Если интересно Можете посмотреть В интернет Тоже Отличная работа Очень качественная Так что Для любой Для любой Долщины Ворот Всем удачи Жду вас Новых заказов До свидания Продолжение следует